Башню на горе Ахун откроют к летнему сезону. На ней установят молнии отвод и наденут два укрепляющих пояса. Меньше аттракционов, больше зелени, уголков для отдыха. В парке Ривьера создадут современное арт-пространство. Впереди крещение, где в Сочи можно безопасно совершить традиционный обряд. Взгляд сочинцев на свой родной город. В художественном музее открылась выставка местных фотографов. Кубань планирует наладить поставки немецкого высокотехнологичного оборудования для медкластера. Речь об этом шла на встрече главы региона Вениамина Кондратьева с исполнителем директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Харнсом. В рамках рабочей поездки в Берлин губернатор провел ряд важных переговоров. За последние три года взаимный товарооборот между Краснодарским краем и Германией составил около 900 миллионов долларов США. Этот показатель можно увеличить благодаря сотрудничеству во многих перспективных направлениях, например, медицина. Высокотехнологичное европейское оборудование понадобится при оснащении новых больниц и поликлиник. Планируем сегодня реализовать многие социальные проекты, в том числе и строительство медицинского кластера. Это около пяти современнейших клиник. Они потребуют оснащения оборудованием, медицинским оборудованием, высокотехнологичным оборудованием. Поэтому, заканчивая проектирование этого медицинского кластера, мы уже думаем о том, чтобы оно было не по форме красивым, а по содержанию очень качественным. Исходя из опыта уже наших врачей, для нас максимально желательно это медицинское оборудование фирмы «Симец». Поэтому мы бы хотели с ними более детально проговорить о возможности поставки медицинского оборудования. Вот тот современный медицинский кластер, который, я уверен, в ближайшие годы в Краснодарском крае будет построен. Мы должны сделать качественную, высокотехнологичную медицину вот в этих современных уже корпусах. Край также заинтересован в поставках немецкого оборудования в сфере ЖКХ, например, энергосберегающей технологии и умной программы управления городами. Глава Кубани отметил, что в свою очередь регион готов поставлять и свою продукцию. Не только вина, но и овощные консервы, чай и кондитерские изделия. У нас принципиально в торговле – это не только покупать немецкие товары, но и продавать свои. Продвижение кубанской продукции, российской продукции на немецкий рынок для нас сегодня важно. У нас сегодня есть то, что мы можем предложить сегодня немецкому рынку. В первую очередь, наверное, вино. Мы уже не раз о нем говорили. Это высококачественное сегодня вино. И соотношение цены и качества сегодня диктует его реализацию в пользу потребителя, покупателя. Потому что качество высокое, а цена, я считаю, доступная. Но здесь возможность должна быть, в том числе у российского вина, попасть на немецкий рынок. Мы прекрасно понимаем, что бизнес нельзя заставить. Даже уговаривать бизнес бесполезно. Бизнес пойдет тогда и будет делать инвестиции, если он почувствует, что ему выгодно. Мы прекрасно это понимаем. Поэтому мы хотели, господин Хармс, с вами, с Восточным комитетом германской экономики, здесь посоветоваться. Что нужно сделать для того, чтобы не, как у нас говорится, идти со своим уставом в чужой монастырь, а прийти к немецкому бизнесу с понятными для них условиями и предложениями. Очень рад, что мы так интенсивно и постоянно с вами общаемся. Мы в прошлом году, 6 декабря, были вновь гостями вашего прекрасного края в городе Сочи на традиционной встрече с президентом, которая, конечно, большая честь для нас. И прошла очень эффективно. Президент три часа общался с немецким бизнесом. Михаэль Хармс отметил, что между Кубанью и Германией давно установлены тесные взаимоотношения. А также добавил, что со своей стороны готов оказывать всяческое содействие в переговорах с немецким бизнесом. В Берлине сегодня стартовала «Зеленая неделя» – крупнейшая международная сельскохозяйственная выставка. Впервые после пятилетнего перерыва свою продукцию представил Краснодарский край. Делегацию региона возглавил губернатор Вениамин Кондратьев. Экспозиция Кубани – одна из самых масштабных в российском павильоне – более 300 квадратных метров. Вино, кондитерские изделия, крупы, чай и соки. На выставку привезли более 30 краснодарских производителей. В Краснодарском крае в этом году планируется начать строительство 52 социальных объектов. На эти цели уже выделили более 4 миллиардов рублей. О том, какие меры необходимо предпринять, чтобы возвести школы, детские сады, спортзалы и другие необходимые людям здания в срок, говорили на селекторном совещании в Краснодаре. Его провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. На встрече присутствовали профильные министры, а по видеосвязи – заместители глав районов. В повестке в основном вопросы оформления документов и экспертиз. Ведь чаще всего строительство замораживается именно на этой стадии. Андрей Алексеенко дал поручение организовать в муниципалитетах единую службу заказчика, чтобы усилить контроль на местах. По вопросам, связанным с созданием единой службы заказчика, уважаемые коллеги на местах, главы муниципальных образований, до 1 февраля такие службы создать. Они должны находиться в подчинении заместителя главы курирующего строительства. Если такого нет, значит внести изменения в должностные инструкции, и должен быть отдельный, уполномочен заместитель, который в том числе курирует вопросы строительства. На наш взгляд, основной проблемой является отсутствие во многих муниципальных образованиях единой службы заказчика. Недопустимый контроль и ответственность за контроль строительных процессов и контрактов возлагает на директоров школ, детских садов или спортивных учреждений. В Край до 2022 года запланировано начать строительство 119 соц. объектов. Башню на горе Ахун откроют к летнему сезону. Такая задача стоит перед руководством Сочинского национального парка, на территории которого находится одна из главных достопримечательностей курорта. Накануне мэр Алексей Копайгородский осмотрел это и другие знаковые места города. Это тот случай, когда прогулка в парке носит исключительно деловой характер. Гости Дендрария на этот раз – первые лица города. Со смотровой площадки видно и сам город, и башню на горе Ахун, и начало Кавказского хребта. Минута восхищения сочинскими красотами завершается замечанием мэра о канатной дороге. Состояние может быть намного лучше. Поэтому вместе с Павел Витальевичем организуем работу, чтобы здесь был соответствующий и внешний вид, и ночная подсветка, и облик. Сегодня к услугам гостей Дендрария – электромобили, которые не вредят природе. Такая экскурсия позволяет увидеть всю коллекцию парков, которые больше 1800 видов растений. У нас есть уникальная возможность. Все всегда борются за туристические потоки. Многие руководители всегда создают определенные условия, чтобы народ ехал. Вот вместе с национальным парком создайте условия, посмотрите. Есть запросы жителей, огромное количество детей, огромное количество пожилых людей, которым нужно проводить просто время на воздухе. Но не просто ходить, а здесь должны быть какие-то активности. Насыщенную экскурсионную и культурную программу предлагает дом-музей Худякова. Судьба виллы «Надежда» долгие годы была печальна. Она успела побывать и складом, и госпиталем, и конторой. Пережила пожар. И вот после реставрации принимает гостей. Как у вас дела? Здравствуйте. Спасибо. Ничего, живые. Еще не замерзли. А вот на площадке перед башней на горе Ахун тихо. Туристы в последнее время здесь надолго не задерживаются. Эксперты признали аварийной одну из главных достопримечательностей Сочи – башню на горе Ахун после ЧП. Молния попала в здание летом 2019 года. После этого башню закрыли для посещений. Несмотря на это, гости города все-таки находят время, чтобы побывать на горе. Сказали, что не работать сейчас. Жаль. Когда откроется башня, обязательно приедем, посмотрим. К сожалению, сейчас реставрируют. Уже с июня месяца туда невозможно попасть, увидеть красоту города. Но, думаю, в скором времени она станет лучше, и туристы будут только радоваться. К новому курортному сезону башню должны привести в порядок. Каркас мы частично тоже укрепим в рамках работ по укреплению башни. То есть, таких вот срочных работ. Это устройство нового молнии отвода, значит, которое необходим. Стянуты армопоясами, значит, аккуратными такими. Будут тоже два верхних яруса. Вот это по рекомендации, опять же, проверяющей этой организации. Стянуты два верхних яруса, чтобы препятствовать упадению камней. А как только мы проведем все специфические мероприятия по улучшению и укреплению всей несущей конструкции, и мы вместе с горожанами, с теми, кто здесь занимается системой туристической отрасли, поднимемся и откроем. Объем и порядок работ уже известен. Сейчас ведутся переговоры с подрядчиками. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Алексей Копайгородский осмотрел и восстановленный ливневый коллектор в Дагомысе. Благодаря проведенным работам, даже при сильных дождях, жителям улиц Союзной и Делегатской больше не грозит подтопление. Гидросооружение было разрушено оползнем в 2015-м. Коллектор перестал собирать воду во время дождей, из-за чего подтапливало ниже стоящие дома на улицах Делегатской и Союзной. Ситуация осложнялась тем, что объект расположен в труднодоступном месте в покрытом лесом ущелье. Для тяжелой спецтехники не было подъездных путей к оголовку. В итоге объект отремонтировали. Мэр вместе с председателем горсобрания Виктором Филоновым оценил проделанную работу. Работать будет при любых условиях, и мы отвечаем за свою работу. Данная работа, ну, единственное, хочу добавить, данная работа выполнена в рамках производственной программы, то есть без привлечения дополнительных финансовых средств. Алексей Копайгородский поблагодарил коммунальщиков за работу и поручил следить за тем, чтобы обновленный коллектор не постигла прежняя участь. Самое главное, чтобы это все очень грамотно эксплуатировалось, и мы должны делать профилактические мероприятия, чтобы уже все, что вы сделали, оно ни в коем случае не вышло из строя, и должны все периодические мероприятия проводиться, чтобы работало все без сбоя. Добавлю, что уже во время осмотра коллектора к главе города обратилась заведующая, расположенного неподалеку детского сада, и попросила о помощи в ремонте кровли здания. Алексей Копайгородский поручил провести необходимые работы в кратчайший срок. В парке Ривьера создадут современное арт-пространство. Об этом стало известно во время обхода парка вице-мэром Сочи Полиной Дыняк. Она возглавляет рабочую группу по его реконструкции. Парк Ривьера – объект прежде всего культурный, а не развлекательный. Именно на этом был сделан акцент в его реконструкции. Какими темпами она идет, оценила вице-мэр Сочи Полина Дыняк. Вместе с новым директором парка она осмотрела один из центральных объектов в обновленном парке – зеленый театр. Он был открыт в 59-м. Сейчас вместимость зала – полторы тысячи мест. Его решено расширить до двух тысяч. Интерьер обновят, а еще смонтируют съемную крышу, что позволит проводить концерты при любой погоде. Заявлены очень хорошие перспективы на зеленый театр, о чем сейчас говорил директор парка. Хотелось бы еще помимо концертной площадки, чтобы в парк Ривьера был и летний кинотеатр. Для города Сочи это очень востребованная история. Это будет интересно и познавательно. В концепции развития парка, которую поручил создать мэр Сочи, предусмотрено расширение прогулочных зон, улучшение системы освещения, создание новых спортплощадок. В рабочую группу по реконструкции Ривьеры входят и специалисты ландшафтного дизайна, которым предстоит восстановить зеленые зоны парка, а также создать новые ландшафтные лабиринты и элементы вертикального озеленения. В первую очередь мы городской парк, и там, где горожанам хорошо, куда можно привезти свои семьи, своих детей, прогуливаться вечером по светлому парку, с широкими улицами. Все условия для этого создаются. Развлекательная функция парка отойдет на второй план. С октября в Ривьере уже снесено более 120 объектов. Реконструкция парка будет проходить поэтапно. На режиме работы это никак не скажется. Он будет открыт круглый год. За 2019-й Ривьеру посетило более полумиллиона человек. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 12 мест для крещенских купаний приготовили в Сочи. 19 января православные верующие отметят крещение. Во всех четырех районах города сочинцы и гости курорта смогут совершить обряд омовения. В память о крещении Иисуса в реке Иордан православные верующие ежегодно 19 января окунаются в воду. Считается, что в праздник крещения вода обретает целебные свойства, очищая тело и душу. В церкви же отмечают, что присоединяться к этой традиции всем и каждому вовсе не обязательно. Она хороша тогда, когда связана с верой человека, с его духовной жизнью в Боге. Просто купание, ну буквально как некое развлечение уже становится, потому что люди, в общем-то, идут и хотят получить, вкладывают смысл в это купание, то, что следует искать в исповеди очищения от грехов, то, что следует искать в молитве, то, что следует искать в церковной жизни. Купание без богослужения, без молитвы само по себе немногим поможет. Кроме того, осерегают медики, на неподготовленный организм купания в холодной воде может оказать негативное влияние, особенно на тех, кто страдает хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми. Ну а для желающих присоединиться к традиционным купаниям в Сочи подготовили 12 мест. Они будут организованы во всех районах. Там будут дежурить бригады скорой помощи, спасатели и казаки. В Адлерском районе два места купания. Это пляж Чайка и территория храма Успения Престой Богородицы в Севдей Высоком. В Хостинском районе это пляж Кристалл. В Центральном районе это будет место, выбран пляж Ривьера. И в Лазаревском районе это будет основное место, это Салахаул. И далее идет это непосредственно в самой Лазаревке три места купания будут определенные. Также в Якорно-щеле и поселке Головинка. Полный список мест для крещенских купаний сейчас на вашем экране. Также с ним можно ознакомиться на нашем сайте fkt.com. Стоит обратить внимание, что в этом году купель в Троице-Георгиевском монастыре организована не будет. Совершить обряд омовения в специально оборудованных местах можно в ночь на 19 января и днем того же числа. В воскресенье в 8.30 во всех храмах города пройдут праздничные литургии, после которых будет совершаться обряд освящения воды. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Краснодарском крае в декабре подорожал пустырник и подешевело пшено. Но Краснодарстат опубликовал статистику по ценам на товары и услуги. В декабре они выросли на 0,3% по сравнению с ноябрем. В группе продовольственных товаров больше всего подорожали огурцы, виноград, помидоры и яйца. В пределах 2-7% повысились цены на мясные консервы для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, фруктовые соки, яблоки, морковь, чеснок, свеклу и гречневую крупу. При этом на 6% подешевело пшено, сахар почти на 4%, а также свинина, бананы, майонез, апельсины и сухие завтраки. Среди непродовольственных товаров подорожали отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Так, почти на 5% выросла цена настойки пустырника, также увеличилась стоимость ножпы, таурина и амоксицерина. Вместе с тем снизились цены на электронные тонометры. Среди прочих видов непродовольственных товаров сильнее всего выросли цены на свежесрезанные цветы на 6,5%. Незначительно подорожали также отдельные виды строительных материалов, мебели, а также детские колготки, краски для волос, мотоциклы, флеш-накопители, электрические дрели и коляски для новорожденных. Выросла стоимость отдельных видов медицинских услуг в пределах 14-18% и проезда в поездах дальнего следования. В то же время отмечалось снижение стоимости авиаперелетов, годового полица добровольного страхования автомобиля и установки пластиковых окон. О вреде снюсов и последствиях их употребления говорили в Сочи. Для студентов сегодня провели специальную лекцию. Вот так выглядит снюс. Это один из видов жевательного табака. Еще в молодежной среде популярны никотиновые конфеты и жвачки. Об опасности их употребления говорили сегодня на специальной лекции, которую провели для студентов профтехникума. В зале собралось более 300 человек. Специалисты рассказали, в России уже зафиксированы случаи летального исхода от употребления снюсов. Ведь в одном таком пакетике столько же никотина, сколько в трех пачках сигарет. Это опасная доза даже для взрослого человека. Снюсы были доступны, даже существуют конфеты никотиновые. И легко было достать, употребить. Не было запаха, то есть никаких последствий внешних это не имело. Но действительно вызывало наркотическое привыкание с выраженными такими проявлениями, как возбуждение, какая-то веселость повышенная. Снюсы могут стать первым шагом к употреблению более серьезных наркотиков, предостерегают студентов-эксперты. К сожалению, да. И я видела ребят, которых эта проблема не обошла, которые, так сказать, поигрались. Но, к счастью, мы вовремя пресекли эти случаи. И на данный момент я не видела у нас студентов, которые могут такое употреблять. Полицейские рассказали и об уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконными веществами. Крупные штрафы теперь грозят и тем, кто предлагает попробовать снюс своим друзьям по школе. Закон в регионе вступил в силу с 1 января. Он же запрещает продавать подросткам снюсы и никотиновые конфеты, а также электронные сигареты и вейпы. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Стали известны самые популярные пароли россиян. Известие опубликовали результаты исследования компании «Девайс Лук», которая занимается кибербезопасностью. Эксперты провели анализ почти пяти миллиардов данных, оказавшихся в открытом доступе. И выяснили самые популярные среди пользователей пароли. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, слово «пассворд», то есть пароль по-английски, и ряд единичек. Если рассматривать российский сегмент пользователей, то россияне любят использовать само слово «пароль» и слово «я». Также популярными в России паролями оказались слова «Привет», «Солнышко», варианты «Люблю» и «Любовь», «Имена Наташа», «Максим» и «Андрей». Эксперты напомнили, что взломав пароль, мошенники могут воспользоваться данными банковских карт, аккаунтами в соцсетях, организовать рассылку от имени пользователя. К слову, три года назад эти самые популярные в мире пароли уже были в международном рейтинге, как самые неудачные. Из Сочи в Берлин сочинский симфонический оркестр записал саундтрек для нового западного музыкального проекта. Эта мелодия будет звучать в новом европейском музыкальном проекте. Сегодня утром запись отправилась в Берлин к заказчикам, где ее ожидает монтаж и сведение. Это не первое сотрудничество сочинского оркестра с организаторами зарубежных культурных проектов. В прошлом году оркестр записал музыку, которая звучала в выставочном зале Берлина. Экспозиция была посвящена знаменитой Джоконде Леонардо да Винчи, и мелодия стала частью выставки. Также музыканты записали музыку к фильму «Чужая жизнь» режиссера Александра Касаткина. А уже в конце января коллективу предстоит записать свою первую профессиональную пластинку, которая будет издана и поступит в продажу уже в этом году. В нее войдут симфония хроника блокады Бориса Тищенко и вальс из сюиты «Дом у дороги» Валерия Гаврилина. В Сочи открылась выставка местных фотографов. Назвали ее «Наш взгляд на ваш взгляд». В одну экспозицию в художественном музее объединили работы 16 сочинских фотографов. Первая подобная выставка состоялась еще в 2005 году. Тогда главными темами были городская среда, памятники архитектуры, парки и скверы. В выставке приняли участие 30 авторов. Среди них даже возник спор, зачем будущее фотографии – за цифровыми технологиями или традиционной пленкой. На нынешней выставке через 15 лет преобладает цифровая фотография. Из 16 участников только один – Михаил Немира – работает и с пленкой, и в цифре. По словам организаторов, название выставки «Наш взгляд на ваш взгляд» расшифровывается просто. Экспозиция отображает субъективный взгляд каждого участника на привычную действительность. Наш известный фотограф, старейший Владимир Колбин, три месяца назад кинул клич. Давайте повторим подвиг 15-летней давности с целью популяризации фотографии, ну и пропаганды города Сочи, его природы, его окрестностей. Ну и не прошло 3-4 дней, как сразу набралось нужное количество людей, и даже больше. Тему выставки не задали специально, чтобы не ограничивать мастеров. Тем не менее, поскольку все участники сочинцы, тема города получилась основной. На кадрах представлена уникальная природа курорта «Кавказский лес», морские и горные пейзажи. Выставка будет открыта в режиме работы музея до 9 февраля. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.